Питание на ночь Еще недавно считалось, что сон это благодатный период восстановления сил после дневных трудов Увы, оказывается это не совсем так Для тех, кто стремится прибавить весе, ночной сон враг номер один Он серьезно замедляет мышечный рост, поскольку в пике ваших усилий настраивает организм на катаболический лад Казалось бы, все должно происходить с точностью до наоборот Разрушаться мышечная ткань должна днем В процессе тренинга А. Перерастать ночью, когда мышцы отдыхают На самом же деле ночной отдых оборачивается крушением всех бодибилдерских надежд По утрам вы фактически берете старт заново, поскольку весь цикл пошел на смарку Но еще анаболические гормоны не получили никакой форы Подумайте сами, днем вы частично соблюдаете режим питания, не допуская перерывов дольше 3 часов А потом устраиваете себе ночную голодовку по 8-12 часов от ужина до завтрака Вы тренируетесь до упаду, тратите деньги на дорогие добавки и все для того, чтобы ночью печень перевела ваш организм в катаболические рельсы Согласитесь, это полное безумие Однако, именно это и происходит с миллионами простых культуристов, любителей по всему миру Мышцы растят и разрушают гормоны Согласно функциям, гормоны делят на анаболические и катаболические Наша гормональная система секретирует то одни, то другие, по примеру, маятника Поясню, катаболизм это разрушение мышечной ткани Рост мышц называется анаболизмом Оба этих процесса у взрослого человека равновешены За счет этого наше тело и сохраняет постоянный вес Вы, культурист, занимаетесь тем, что пытаетесь сдвинуть природное равновесие в сторону анаболизма Противооборство анаболических и катаболических процессов в вашем организме протекает круглосуточно Оно не прерывается и на минуту, в том числе и ночью, когда вы спите С той поправкой, что во время сна всегда берут вверх катаболические силы Такая ситуация обусловлена генетически На протяжении миллионов лет жизнь приучала наших предков Всемирно ограничивать размеры своего тела и, соответственно, потребности в пище Тысячелетия жесткой борьбы за существование заставили человеческий организм Выработать мощную гормональную систему Успешно препятствующую укропнению тела Ночной сон играет в деле ограничения наших с вами габаритов в главную роль Именно во сне мы оказываемся на дне глубокой катаболической ямы Причиной этого явления долгое время были научной тайной И только недавно ученым удалось обнаружить главного виновника Им оказался гликоген печени Гликоген это заранее запасенный в печени сахар крови Иначе говоря, глюкоза Глюкоза – единственная пища мозга Нехватка глюкозы означает прямую угрозу жизни Вот поэтому организм не допускает понижения количества гликогена Ниже гликотического порога Как только печень сигнализирует о том, что порог достигнут Включается защитный механизм излечения энергии из мышечной ткани Проще говоря, ее пережигание Взамен гликогена Количество гликогена всякий раз опасно понижается через 3-4 часа После плотного приема пищи Как раз такому графику отвечают секреты катаболических гормонов В теории печени человека способны накопить свыше 100 граммов гликогена Как критически организм расценивает естественный расход Порядка от 15 до 20 граммов гликогена И тут же начинает секретировать гормоны катаболики В состоянии покоя организм извлекает из печени примерно по 5 граммов гликогена в час Во время тренировки намного больше Из всего этого для бодибилдера следует сразу несколько принципиальных выводов Первый. Изнурительный высокоинтенсивный тренинг всегда оборачивается выбросом гормонов, пережигающих мышцы Организму нет никакого дела до того, что вы занимаетесь полезным спортом и хотите нарастить мышцы Механизм тупо срабатывает независимо от обстоятельств Номер два. Особенно туго приходится к очкам с опытом Их организм научился накапливать гликоген в мышцах помимо печени И печеночный гликоген им восстановить особенно трудно Поскольку съеденные ими углеводы первым делом отправляются на пополнение запаса гликогена в мышцах Так что после тренировки они могут загрузить в себя гору пищи Но все равно останутся в катаболическом режиме Кроме того, огромные веса означают ускоренный расход гликогена А это значит, что любая крутая тренировка должна быть крайне короткой Или ее надо делить на короткие утренние и вечерние сессии Не дольше получаса Темпы восполнения гликогена примерно равны темпам расходов в покое Вот и выходит, что возмещение потраченных от 15 до 25 граммов растянется от 3 до 5 часов Добавьте сюда неизбежные суточные энергозатраты на движение и процессы жизни и деятельности Умственное напряжение И вам станет ясно, что раньше, чем через 6 часов вторично приходить в зал нельзя Ну и наконец, третий вывод Ночью надо не спать, а есть Ну, естественно, с определенной долей иронии В условиях сна гликоген тратится медленнее, чем в период бодрствования Однако обычно к 4 часам утра снижение уровня гликогена в печени достигает критического уровня За которым следуют секреции катаболических гормонов А вы-то надеялись, что ваши мышцы за ночь изрядно подрастут? На самом же деле аминокислоты, необходимые для ремонта и превращения мышечной ткани Безжалостно трансформируются в глюкозу ради подпитки мозга, нервной и иммунной системы Мышечный рост при этом резко замедляется, особенно у слабо отзывчивых Здесь есть одно решение Вы должны перекусывать по ночам примерно в час-два ночи Не допуская падения уровня гликогена в печени Ниже той самой критической отметки, за которой организм начинает пережигать наши мышцы Сегодня все профи специально просыпаются по ночам Как кто один раз, а кто чаще И устраивают себе настоящее пиршество из белковых коктейлей Тунца, курицы с рисом и прочее В итоге всю ночь их организм проводят в анаболическом режиме Как и чем кормят печень Гликоген это та же самая глюкоза, только в иной форме Разницы между глюкозой и гликогеном не больше, чем между водой и льдом Запасы гликогена в печени восполняются в последнюю очередь А это значит, что избыточная загрузка углеводами после тренировки мало чем поможет Все равно сначала углеводы отправятся вам в мышцы и только потом в печень Казалось бы, ускорить накопление гликогена чистая глюкоза из аптеки в виде порошка или таблеток Однако опыты показали, что переслащение крови глюкозой не ускоряют темпы закладки гликогена В этом смысле современные углеводы энергетические окажут вам мало пользы Между тем, ученые уже отыскали кое-какие вещества, которые впрямую ускоряют отложение гликогена К ним относятся лактаты, перуваты и аминокислоты, аланин и глютамин Что же касается углеводов, то лучшим сырьем для гликогена печени является вовсе не глюкоза, а фруктоза Если в течение посттренировочного отдыха принимать смесь из фруктозы и вышеперечисленных компонентов Накопление гликогена в печени в сравнении с естественным темпом ускоряется в 6 раз Практика рекомендует в день отдыха и на ночь усиленно принимать казеин Он усваивается медленно и обеспечивает стабильный уровень глютамина и аланина в крови На пару с углеводами эти аминокислоты помогут ускорить темпы отложения гликогена Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok